Вчера уже довольно поздним вечером, когда даже и сторожу не грех и прибухнуть, в Екатеринбурге, в непосредственной близости от автовокзала, на охраняемом объекте вспыхнул охраняющий объект, когда охраняющий субъект был уже немного не в строю. Вахтер, охранник, сторож, пьяный – явление настолько обыденное, что твой снег зимой, а летом дождик. Такое ощущение, что им еще на стадии собеседования при вербовке на работу стакан с горкой наливают в качестве первого экзамена. И вот такой датый деятель, на вид лет 60, встретил пожарных по вызову приехавших в 20 минут 11-го на адрес Щерса, Союзная. Точнее говоря, на строительный вагончик напротив дома номер 2 по улице Союзной. От пациента ярко выражено несло свежечком, одет он был очень по-летнему, носков под штиблетами не было. Штиблетов тоже. Огнеборцам пришлось спасать босоногого стража уже не от огня, а от холода в минус 25. Шесть минут потребовалось пожарному караулу на тушение 6-метрового пожара в сторожке, который, судя по снеговым лопатам, пытался закидать снегом сам спасенный. Наружу выкинули для проливки остатки стола и стульев, микроволновки, пакета из алкоголического магазина, холодильника, матрасов, на которых сторож сладко спал, а проснулся уже от того, что начала обгорать спина. Ботинки уже стояли на просушке, поэтому пришлось выскакивать босым. В результате с диагнозом ожог спины на 5% поверхности тела и обморожение стоп первой степени, он был доставлен в 20-ю горбольницу Екатеринбурга. Что из себя представляет охраняемый объект, типа парка с косыми дорожками, большой-большой секрет. Возможно, тут просто самый чистый в округе воздух, для того и обнесен забором по периметру Союзная, Циолковского, 8 марта, четвертой стороной, упираясь в старый учебный комбинат. Когда-то, говорят, был тут рынок. В прошлом году делали тут даже каток и установили новогоднюю елку, но, что характерно, ворота при этом так и оставались на замке.